всем привет сегодня у меня на обзоре вот такое штативище ну даже штативище наверно назвать нельзя так штативчик такой штативщик компания binro модель называется а 350f сделан он из магния алюминиевого сплава достаточно легкий даже я бы сказал достаточно такой прям легкий легкий вот и компактный вот такого вот он размера да вы скажете что есть более компактные штативы но я считаю что такой размер вполне себе можно назвать также компактным по сравнению с тем же самым манфрот либо рядом других штативов вес ну практически не чувствуется выполнен он целиком из металла из алюминия как я говорил ноги голова единственное что давайте наверно по порядку будем его препарировать и раскладывать на части и запчасти одна из ног имеет накладку ну что-то вроде неопреновый такой чтобы руки видимо в мороз не мерзли чтобы можно было держать мягко комфортной и не скользила окончание ног выполнены виде просто резиновых таких вот пяток никаких шипов там не выдвигается и так далее но с другой стороны это нормально на большинство штативах именно так все и происходит секции у штатива считаем раз два три ну и соответственно не выдвижная секция 4 то есть он четырех секционный причем чтобы вы понимали толщина но вот это вот вторая сверху считая секция имеет такую же толщину как у меня самая-самая последняя в моем манфрота то есть ноги достаточно тонкие но это надо и понимать это обратная сторона компактности и собственно говоря веса этого штатива вот сейчас я его выдвину на максимум чтобы было понятно какой же он высоты если я его прям максимально максимально выдвину поставлю его перед собой и подниму центральную штангу я метр семьдесят шесть ну плюс минус было метр семьи шесть половиной сейчас с возрастом наверное уже расту в сторону земли но она мне даже до подбородка не доходит где-то вот так вот по плечи по плечу и сказал по плечу мне этот штатив далее что мы будем рассматривать у этого штатива максимальную высоту мы рассмотрели минимальная высота у него может быть вот примерно такая вот как на этом видосике либо вот таким вот вариантом мы можем сделать минимальную высоту либо какими-то такими вот комбинациями но кроме этого отмечу что центральная штанга у данного штатива вынимается кстати снизу этой центральной штанги а кстати я звук то включил до звука включил снизу этой центральной штанги есть такой крючочек сейчас я его более крупным планом покажу нужен этот крючок для того чтобы подгружать этот штатив поскольку штатив достаточно легкий чтобы его не опрокидывала не уносила ветром вместе с оборудованием соответственно этот крючок можно подвешивать какую-то подгрузку либо кофр фотографа например с оборудованием либо какой-то мешок набитый бутылками например с водой но толщина ног в целом у конструкции не подразумевает какую-то особо большую нагрузку поэтому и подгружать его со всей дури тоже не надо иначе это к нему и им для него ничем хорошим это может не закончится ну так вот вот эта центральная штанга у него может выниматься то есть выкручиваю крючок вытаскиваю эту штангу и могу ее поставить задом наперед то есть снизу ставив тем самым достигается вот такая вот интересная конструкция тем самым мы можем подвешивать камеру практически на уровне земли единственная камера будет конечно перевернута вверх тормашками вверх тормашками будет перевернута камера но думаю если кому надо тот потом может и видео и фото снятая таким образом обратно перекрутить давайте рассмотрим поподробнее головень этого штатива голова выполнена виде шаровой головки всего с одним регулятором ослабляя который мы получаем все степени освободы вправо и влево и вверх и вниз там его все во все стороны возможно это не совсем удобно например для тех кто снимает какую-то либо панораму и так далее потому что очень сложно если мы ослабим эту головку нас при повороте вправо влево то есть по линии горизонта если мы будем ходить по этой оси по оси x так назовем ее если по оси x мы будем ходить то у нас соответственно будет гулять ось y то есть вверх вниз плюс еще завалы какие-то могут быть но с другой стороны это опять таки обратная сторона компактности потому что если бы это была 3d голова с тремя различными регуляторами то этот штатив потерял бы свою компактность все бы это торчало менее удобно было бы его транспортировать что касаемо площадки штативных штативная площадка выполнена целиком из металла имеет складывающийся вот такой от регулятор такой далее защелкивается она то есть у нас вот этот крючок который освобождает площадку имеет предохранитель от случайного открытия и встает так сказать на взвод также как например у большинства голов компании манфрота соответственно когда мы защелкиваем эту площадку ставим ее вместе с камерой она автоматически сразу как бы фиксируется что в общем то даже вполне себе удобно регулировка центральной штанги вверх-вниз осуществляется путем ослабления вот этой вот крутылочки также на ногах у нас присутствует компас чтобы мы ходили по азимуту по лесу и горам с этим штативом ну или по крайней мере могли не заблудиться в каком-нибудь городском парке либо найти быстро ближайшую остановку естественно точечный уровень капельный каплевидный он есть на самих ногах и есть соответственно на голове голова у нас крепится на резьбу вполне себе профессиональную 3 8 дюйма кстати такая же на манфрота и на большинство таких достаточно тяжелых прочных голов используется именно это более прочная резьба более большого диаметра тем не менее очень интересно реализовали в этом штативе подход к универсальности я нередко встречал такую фишку когда на штативе на самом штативе была резьба 1 4 дюйма головка с ним в комплекте шла на 3 восьмых дюйма и в эту самую голову ввинчивалась понижающий переходник который понижал резьбу с трех восьмых до 1 4 здесь реализовано все несколько иначе то есть открутив голову крути в голову мы видим вот такую вот картину следующую то есть там внутри сам сама резьба она перевертыш то есть мы можем ее ставить либо вкручивать либо концом на котором три восьмых дюйма либо перекручивать ее на другую сторону у нас получается там резьба одна целая 4 ну одна четвертая дюйма так скажем не одна целая на четвертая дюйма вот более того сама штанга сама штанга она унифицирована до той степени что в любой из его концов хоть в правой хоть и в левой можно соответственно вкручивать либо резьбу головки либо вот этот вот крючок то есть надеюсь понятно на видео объяснено то есть и эта сторона и эта сторона у самой штанги она одинаковая то есть что в эту сторону можно голову поставить что в эту сторону можно наоборот поставить крючок и никаких заморочек с этим нет для чего это сделано я не думаю что это сделано для какого-то архи удобства там или еще что то просто видимо это проще в производстве это унифицирует производство не замарну никаких заморочек то есть получается что вот это вот резьба на этом крючке тоже три восьмых дюйма то есть а что удобно не надо придумывать там разные станки и так далее при производстве то есть китайцы они в этом плане молодцы далее ноги регулируются как уже наверное догадались могут регулироваться вот таким вот образом в нескольких положениях раз два три три положения угла наклона у ног что еще про него рассказать практическая такая его скажем так практика применения то есть потому что теория теории но тем не менее столкнулся я с ним на практике получилось так что мой штатив был временно занят я вот так скажем одолжил по служебным нуждам а мне в тот день надо было ехать снимать предмет очку вот и я у хорошего знакомого у михаила миша привет наверняка ты смотришь это видео попросил его штатив конечно у меня был соблазн отправить этот штатив на съемку на служебную поехать со своим с манфротовским но миша меня попросил чтобы я как раз делал наоборот он на него переживает чтобы наши коллеги его так сказать не закоцали потому что свое есть свое не свое есть не свое чужому люди относятся достаточно небрежно к сожалению нередко вот поэтому с этим штативом на предметку поехал я и там я столкнулся с такой опять таки вещу как его легкий вес и это его плюс это его минус это его достоинство это его недостатки фишка какая при съемке мне иногда приходилось снимать со штатива камеру для того чтобы сделать какие-то кадры из прям сверху ну знаете там пицца какая-то там еще прочее то есть я снимал роллы в big roll компания называется и принципе снимал их с одного ракурса то есть выставил сразу камеру поставил и щелкал все это применим замечательно прекрасно но время от времени приносили пиццу которую надо было снимать немного с других ракурсов поэтому мне приходилось камеру снимать и вот здесь получалось интересная фишка поскольку одной рукой я не мог одновременно держать штатив и держать камеру я держался за камеру и когда я начинал расстегивать замок замок достаточно тугой это опять-таки плюс но в некоторых случаях выясняется это минус когда я начинал расстегивать замок то штатив немного смещался то есть я потом даже начинал просить кого-то из сотрудников что по ним не штатив придерживали когда из него камеру снимаю для чего это в чем это косяк потому что сдвинутый штатив подразумевает то что у меня сбивается тот ракурс которого я снимал всю продукцию то есть хотелось бы его сохранять поэтому мне потом приходилось тратить некое время опять выставлять штатив как оно было плюс те понимают что съемка проходила на производстве непосредственно там дети роллы крутятся или там изготавливаются эта теснота соответственно не меня не было простора гулять вокруг этого штатива все было впритык и нередко я слегка задевал его ногой у меня он весь смещался то есть двигался опять-таки вправо влево опять-таки приходилось его выставлять с манфрота у меня таких проблем не было то есть манфрота достаточно тяжелый устойчивый штатив и там я без проблем его снимаю ставлю что-то даже иногда в него запинаюсь он у меня никуда не убегает просто вздрагивает от неожиданности от испуга видимо вот и так подводя итог сегодняшнему видео по поводу этого штатива так сказать резюме штатив этот прекрасно подойдет для различного рода путешественников прогулок на улице то есть для того чтобы таскать его с собой то есть он компактный он легкий он достаточно устойчивый опять-таки под небольшие какие-то может быть даже продвинутые цифры компакты либо какие-то легкие беззеркальные камеры то есть для каких-то больших зеркалок тяжелых там пятаков там восьмисотых никонов там единиц до третьих на четвертых там до пятых и так далее тяжелых каких-то массивных камер там 99 какой-нибудь альфы с бат-блоком я думаю что ну или там pentax k1 то есть какие-то массивные тяжелые зеркалки естественно он не под них это они будут на нем выседать как я не знаю как даже не какие-то метафоры ко мне не подходим не приходит в голову то есть но они для него просто огромные тяжелые и не под это заточены то есть штатив именно под какие-то такие небольшие компактные камеры которые фотограф может собрать брать на прогулку в путешествие еще куда-то и соответственно штатив должен соответствовать тому же самому то есть легкий при этом достаточно прочный надежный и компактный вот для кого он точно не подойдет опять таки для тех кто обладает тяжелыми камерами либо для тех кому нужен стационарный очень устойчивый очень надежный в том плане что никуда никак не шевельнется не сдвинется штатив то есть там конечно надо брать что-то другое более тяжелое массивное может быть он также не подойти тем кому нужна высота более чем вот по моему плечу сколько это там я не знаю метр пятьдесят может быть он если кому-то надо более высокие штатива соответственно тоже выбор не того ну а кто вот так вот гуляет для себя какие-то пейзажи снимает опять-таки штатив хорошо подходит для съемки с очень низкой точки поскольку переворачивается всяким образом и так далее вот явных минусов у этого штатива как таковых нету чтобы прямо сказать что вот это вот это вообще прям плохо есть конечно те моменты до которых я не мог не придраться это вот эти вот зажимы клипсы выполненные из пластмассы могли бы их сделать а из металла и б с возможностью подтягивать регулировать поскольку сам штатив как бы намекает на то что бери меня везде с собой и вот это вот таскание с собой подразумевает так или иначе эксплуатацию в различных таких вот всепогодных условиях и где-то там аутдур на улице за порогом студии поэтому этот момент могли бы все-таки продумать и сделать более каким-то прочным более долговечным и так далее с возможностью регулировки подтягивания если он будет ослабляться и второй момент опять-таки это голова ну никак для кого наверное секрет что я в принципе не люблю шаровые головы но это вкус и цвет товарищей нет но шаровые головы шаровым головам рознь да это голова хорошо фиксирует вот этот зажим шар фиксируется очень стабильно надежно не сдвигается по крайней мере подвесом той камеры который пользовался я это ее серпи но у него всего один регулятор то есть ослабляя который у нас голова приобретает все степени освободы накрутиться вертится и шевелится абсолютно во всех плоскостях вот есть же шаровые головы имеющие несколько регуляторов как минимум например два один из которых также отвечает за все степени освободы площадки вместе с камеры а второй регулятор отвечает только за движение вправо-влево то есть по оси x перемещение то есть прокручивание вокруг своей оси даже вот так вот правильно сказать при этом остальное ничто не сдвигается эта голова была бы более уместно опять-таки с намеком на то что штатив подразумевает что его нужно брать с собой а с собой это и пейзажи те же самые и склейка соответственно панорам каких-то и вот в этом случае конечно использовать данную голову будет не до конца удобно из-за того что попытаясь провести какую-то например несколько кадров снять вертикальных предположим и править про сделать проводку по горизонтали для того чтобы склеить потом панораму мы неминуемо будем терять каждый раз угол высоты крен и так далее потому что у нас за все отвечает один регулятор вот это всего таких вот два момента которые я бы хотел чтобы были выполнены несколько иначе как я озвучил на этом пожалуй все на этом пожалуй все спасибо за просмотр ставьте ваши лайки пишите ваши комментарии может быть этот пургу какую нанес и на праслину на этот штатив например с той же самой головой может быть все ок я просто не умею ее готовить правильно сам то я люблю 3d голову где отдельно три регулятора и там все четко выставил например угол и по высоте и дальше там уже гуляй горизонт вправо влево и так далее все друзья всем пока ближайшее видео надеюсь будет про то как я буду ремонтировать свою пыху 430 и x2 на которой мне расколотили лампу ладно всем пока всем спасибо давайте